Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу журналист из Вашингтона Карина Орлова. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы обсуждаем выборы в Соединенных Штатах Америки. Как процесс, что можно сказать сегодня и можно ли что-то сказать вот к этой минуте конкретно? Ну, к этой минуте можно только сказать, что открылись избирательные участки по всей стране, да, даже на западном побережье, где разница во времени 3 часа с Восточным назад. Но все равно участки в США открываются рано, в 6-7 утра. В Пенсильвании уже с утра я видела фотографии, люди выстроились в очередь на избирательные участки с соблюдением социальной дистанции, конечно. Да, из последних новостей, вот Джо Байден сегодня сообщил своим помощникам, что он намерен обратиться к нации в качестве избранного президента, в качестве лидера нации, если три медиа издания, это агентство Associated Press и телеканал CNN и Fox News, это три медиа, которые всегда объявляют победителя, да, ну, это неформально, естественно, они используют каждые свои методы подсчета, и они тогда, да, как бы математически подсчитывают, кто выиграет, и объявляют, и, конечно, всегда так и есть. И Байден объявил, что если он будет объявлен победителем вот одной из этих трех медиа-организаций, и он обратится к нации как лидер, даже если Дональд Трамп будет, там, заявит о том, что он будет продолжать бороться в судах и так далее, и так далее. Это вот из последнего, да, из самых последних новостей. Но что имеет в виду Джо Байден? Имеется в виду, что 3 ноября, сегодня в день голосования, вечером будут появиться первые результаты, и если они будут давать преимущество Джо Байдену, то будет совершенно очевидно, что он победитель президентских выборов, потому что, ну, я говорю не по одному какому-то конкретному штату, да, а по, там, в общем и в целом, потому что, конечно же, остаются еще десятки миллионов голосов, поданных в рамках досрочного голосования, которые еще не подсчитаны, и они только увеличат преимущество Байдена, потому что мы знаем как факт, что демократы голосовали больше на этих выборах досрочно, чем республиканцы. Это, возможно, стало установить благодаря тому, что некоторые штаты, большинство штатов, публиковали данные о партийной регистрации при голосовании досрочно. Соответственно, все понятно. Вот, если же будет побеждать сегодня, будет казаться, да, что преимущество Дональда Трампа, вот сегодня вечером и поздно ночью, то вот дальше все может быть очень неожиданно. Не буду вам тут всякие самые дистопичные сценарии рассказывать, но Дональд Трамп уже заявил, что если преимущество у него сегодня будет, да, ночь, вот покажет, что у него преимущество, он объявит себя победителем выборов досрочно. И вот, а что будет дальше, посмотрим. Но Трамп ведь заявлял, что может не покинуть Белый дом. Ну, вот он прям так заявлял, что не покинет, и, может, что пропустила. Ну, я даже не удивлюсь, если он так заявлял, я вам поверю на слово, да. Он заявлял, что да, что он заявлял, что проиграть он может только в том случае, если у него украдут голоса. Тем не менее, сегодня, свое утро, при выборного дня Дональд Трамп начал, естественно, с просмотра телеканала Fox News и звонка на свой любимый телеканал, на шоу Fox & Friends, в котором он заявил, что я объявлю о своей победе только если будет победа, да, если будет там очевидная победа. Ну, звучит как бы обнадеживающе, но, опять же, что имеет в виду президент? Вот непонятно. Например, опять же, 3-го числа, вот сегодня, может показаться, что у него действительно победа. Но десятки миллионов голосов, которые, естественно, поменяют расклад, мы не знаем, насколько, мы не знаем, да, как много людей сегодня придут на избирательные участки. Мы уже знаем, что явка будет выше, чем в 2016 году, совершенно очевидно, потому что досрочно проголосовали уже почти 100 миллионов человек, это две трети от всей явки. В некоторых штатах, например, в Техасе, явка на досрочном голосовании превысила вообще всю явку 2016 года, да, в этом штате. Соответственно, это какие-то новые избиратели, то есть явка будет выше. Но мы не знаем, может быть, все те, кто, да, преимущественное большинство, подавляющее большинство людей, которые придут сегодня на участки, они все проголосуют за Трампа, и тогда Байдену не хватит, да, голосов, поданных в рамках досрочного голосования, которые будут подсчитываться позже, в течение нескольких дней, или, может быть, даже недель после сегодняшнего дня, то ему не хватит, да, этих голосов, чтобы изменить расклад. Но если сегодня у Трампа будет небольшое преимущество, да, или вообще они там будут идти встык, то, конечно же, совершенно очевидно, что Байден выиграет по итогам подсчета голосов. Но Дональд Трамп может отказаться признавать эти голоса, поданные особенно по почте, потому что сам Дональд Трамп, кстати, голосовал досрочно, но он голосовал лично. Он прилетал в Палм-Бич и голосовал от своей гольф-резиденции, от своего гольф-клуба Мара-Лаго. А вот голосование по почте он называет мошенничеством. Ни одного доказательства этого нет, но, тем не менее, президент США рассказывает, что вот в реках, в помойках, на обочинах валяются стопки бюллетеней, которые украли у него. Они, естественно, все проголосованы за Трампа, и они выброшены. Ну, в общем-то, вопрос, где это, откуда такая информация, президент, он говорит, в интернете пишут. Вот. Так что да, он может устроить настоящую борьбу, да, за то, чтобы не признать голоса, поданные по почте. Республиканская партия, кстати, борьбу эта уже начала. Началась она, не знаю, несколько дней назад или недель назад, а во многих штатах, в ключевых, особенно штатах, и в тех штатах, за которые идет битва, кстати, Техас входит в их число, республиканцы подают судебные иски, пытаясь либо вообще добиться отклонения голосов, поданных досрочно. Например, в Техасе они пытались добиться, в округе Харрис, в округе Харрис, это крупнейший избирательный округ в Техасе, куда входит четвертый по населенности город в США, город Хьюстон. Естественно, это очень демократический город. В 16-м году Хиллари Клинтон выиграла округ Харрис с преимуществом 160 тысяч голосов. Весь штат она проиграла, но вот Харрис она выиграла. И вот республиканцы в этот раз пытались добиться того, чтобы 127 тысяч голосов, поданных в округе Харрис, досрочно были отклонены. Ну, если быть точным, действительно, Трамп говорил, что может не признать, как вы сказали, итоги выборов президента, если потерпит на них поражение, а Байден ему ответил, что, ну, вернее, ответил, а также заявил, что тогда военные выведут Трампа из Белого дома. То есть вот такая перебалка была в начале осени. Процедуры совершенно так нет. Ну, конечно, нет. Если дойдет до того, что Дональд Трамп просто физически откажется покидать Белый дом, при том, что он будет избран президентом, потому что президента избирают не люди, не избиратели. Избиратели голосуют за выборщиков, а выборщики 14 декабря будут голосовать за президента. Вот если выборщики проголосуют за президента Байдена, потом Конгресс в начале января утверждает, подсчитывает официально эти голоса выборщиков и утверждает результаты. И если уж тогда Трамп откажется покидать Белый дом, я, конечно, в этом сомневаюсь, уж совсем. Вряд ли такой сценарий вероятен. Но если он откажется, он 20 января, как записано в Конституции США, вновь избранный президент принимает присягу. Это в данном случае, да, мы сейчас описываем возможный сценарий Джо Байдена. И тогда секретная служба с 20 января подчиняется новому президенту, вновь избранному, в данном случае Джо Байдену, и Трампу, или там, любого, кто оккупирует Белый дом незаконно, просто выводят, выпроваживают. Но сегодня мы еще не узнаем, да, о том, кто станет новым президентом США, учитывая вот эту сложную американскую систему с выборщиками. Можем узнать, можем. А единственный вариант, единственный вариант, для которого мы сегодня можем узнать, что наверняка выиграл один из кандидатов, это будет, если это выиграл Джо Байден, и если его победа будет просто ошеломительной, да, с гигантским отрывом Лэнслайд, то, что называется, если случится синяя волна, если Байден заберет не только неопределившиеся штаты, но и вот эти штаты сражений, такие, как Техас и Аризона, потому что в Техасе, в Аризоне Байден тоже в этот цикл за них борется, и там он идет по опросам в стык с Трампом, в Аризоне иногда опережает даже Трампа, но то, что он, например, у него ровные, у него равные рейтинги с Трампом в Техасе, это уже само по себе беспрецедентно, потому что Техас это глубоко-глубоко республиканский красный штат, последний раз за демократа на выборах президента Техас голосовал в 76-м году, так что посмотрим. Если Байден выигрывает ошеломительно, если действительно в этом году американцы просто решили, все демократы вышли на выборы, и некоторые республиканцы, есть такая версия, демократические, простите, политтехнологи говорят, что в этом году многие республиканцы, многие избиратели, которые зарегистрированы как республиканцы, проголосуют за Джо Байдена, это будет протестное голосование, потому что им просто невыносим Трамп. Вот если это все произойдет, то тогда победа Байдена уже будет показана сегодня, по подсчетам. И это будет совершенно очевидно, что он победитель выборов, именно поэтому он сказал, что если сегодня покажет его победу данные, то он обратится к нации как лидер. Это будет совершенно очевидно. То есть нет никакого варианта, при котором дальнейший подсчет голосов как-то изменит не в его пользу результат. Насколько Джо Байден дееспособный президент, поскольку говорят некоторые американисты о том, что он часто и ответы заранее заготовлены у него, он читает по суфлеру даже какой-то технический текст, условно, такие распространяются разговоры, что не самый, может быть, активный образ жизни он ведет и так далее. Вот что можете по этому поводу сказать? Ну, я не знаю, честно говоря, какие такие американисты это говорят. Я знаю, что так говорят трамписты, и так говорят российские пропагандисты. И если вот почитать какие-нибудь, допустим, российские медиа, телеграм-каналы, например, вот все, от какого-то гламурного, наиглупейшего телеграм-канала до политологов, все-все-все писали про то, что Байден недееспособен, что он там запинается и так далее. Я всех призываю посмотреть дебаты, и можно увидеть просто, что Байден находится в прекрасной форме, он не заговаривает, у него бывает иногда, он действительно заговаривается, но это просто нужно понимать, что человек в детстве, у него было сильное заикание, он его преодолел, и это связано скорее с этим. Ну, просто есть люди, которые там часто заговариваются, я сама, например, могу заговариваться в эфирах, хотя вряд ли меня можно обвинить в том, что у меня деменция. Но на дебатах Байден себя продемонстрировал в блестящей форме, и наоборот, Трамп как бы, Трамп проиграл по итогам этого, он же сделал ставку на что? На то, что сейчас он будет до дебатов, да? Он рассказывал многие месяцы о том, что Байден действительно синильный, что он с деменцией, что ему там все тексты пишут. И сейчас вот на дебатах вы, граждане, все увидите, как бы, да? Был посыл. А этого не произошло. На первых дебатах Трамп вообще себя вел как безумный, и он не оправился после потери рейтингов по итогам этих первых дебатов, когда он просто их сорвал. Он просто сорвал дебаты. Он довел в первые 15 минут даже ведущего Fox News Криса Уоллеса, который ему в какой-то момент сказал, ну, может, мы поменяемся? Может, вы хотите поменяться местами? Со мной, с ведущим, да? Сказал Уоллес. И, конечно, Байден выглядел на высоте, особенно учитывая, что Трамп его просто перебивал каждые 20 секунд. А на вторых дебатах, которые должны были быть третьими, но они были вторые, потому что вторые, которые должны были вторые, не состоялись. Да, Байден, Трамп себя вел очень спокойно, действительно. Ну, так, только под конец у него уже начало там что-то, начал нервничать как-то немного. Но в целом, конечно, по его же собственным стандартам это было прекрасное поведение. Но Байден-то был круче гораздо, потому что он был, он был, как бы так сказать, в положительном смысле зол, да, такой. Он был очень энергичный и как бы страстный, пащина, да, когда человек говорит о чем-то, что его реально заботит. Так что нет, все, что вот пишут, да, про там невменяемость Байдена, ну, это просто, конечно, пропаганда Трампа и российская, как мы знаем, совпадают эти два нарратива обычно. А почему, на ваш взгляд, Россия, ну, официально Москва так активно выступает за Дональда Трампа? Чем он предпочтительнее Кремлю, учитывая, что, опять же, когда рассматривают ситуацию с Трампом, говорят, да, на риторическом уровне он говорит, я люблю там Путина и восхищаюсь им, а на политическом, опять же, учитывая систему сдержек противовесов, Америка не сделала ничего такого, что можно было бы расценивать, как вот пошла навстречу России. Как это объясняет? Да, можно так рассмотреть, а можно, коллеги, рассмотреть и так, что многие вещи, которые Россия совершила, остались неотвеченными. Например, совершенно Соединенные Штаты игнорируют отравление Алексея Навального, да, Европа вся стоит на ушах, американцы никак не реагируют. Потом эта история с талибами, которым русские предположительно платили вознаграждение за убийство американских солдат. Дональд Трамп даже не поднял этот вопрос в разговоре с Путиным, он с ним разговаривал после этих репортажей об этом, после того, как ему доложили об этом спецслужбе, кстати. Шесть или семь раз по телефону, ни разу этот вопрос не возник. К тому же, если мы говорим про санкции, то по сей день самые жесткие санкции, введенные в отношении России, остаются санкциями, которые были введены администрацией Барака Обамы. Это финансовые санкции, это запрет на кредитование, это самое больное, что по России ударило. Да, американцы придумали, Трампе вводили какие-то там санкции персональные против Евгения Пригожина, против Рамзана Кадырова. Ну, мы же с вами понимаем, что Рамзан Кадыров бы и так в Америку не поехал, ему вот все равно. Да, достаточно жестко было то, что они ввели, например, санкции против семьи Кадырова, против его дочери, жены. Это уже что-то. Но там история другая, там это все связано с расследованием отмывания денег через Арабские Эмираты, потому что это все, это вот по этой части, да. Но все равно Дональд Трамп, конечно, сам не все может сделать, потому что, правильно, система сдержек противовесов, но это не потому, что это, вот там, скажем так, все санкции, которые были приняты в отношении России, они были приняты вопреки Трампу. Что касается, может быть, Северного потока, ну, там, во-первых, они были приняты достаточно поздно, и, во-вторых, там совершенно другая из группы интересов, это республиканцы, и тут Трамп даже не может пойти против них, потому что это очень серьезные деньги, да, и пришлось, пришлось принимать эти санкции, но в целом, конечно, Владимир Путин получил просто, как это сказать, билет на 4 года беспрепятственного вообще правления и совершения всего, чего он хочет при Трампе. А что касается Байдена, то вот смотрите, в 2016 году Хиллари Клинтон, да, как кандидата демократической партии, была, ну, неприятно Кремлю, да, может быть, менее предпочтительно, неудобно, но не катастрофично. То, что сделали русские с демократической партией, я сейчас говорю о хакерских атаках на имейлы тем партии, последующее опубликование этих имейлов, что в итоге привело к победе Трампа и помогло это, я не говорю, что исключительно русские привели, но это сыграло свою роль, да, естественно, то, конечно, русские сами, Россия, Кремль, сделали из демократической партии США злейшего врага. Вот теперь, вот теперь, Джо Байден как кандидата демократической партии является просто, ну, худшим вариантом для России, потому что Россия сама себя сделала врагом демократической партии. Плюс, все эти фейки, которые бесконечно сыпятся про Хантера Байдена, про сына Джо Байдена, да, и его работу в Украине на компанию Бурисма и так далее, это же все тоже там проходит через русских в том числе. Поэтому Кремль сделал ставку на Дональда Трампа опять. И как бы план Б у него, по-моему, не был заготовлен у Кремля. И да, если Джо Байден выиграет, Кремлю придется непросто, я надеюсь. Ну что ж, мы благодарим вас, Карина, за то, что нашли время выйти в прямой эфир нашей программы. журналист Калина Орлова была с нами на прямой связи из Вашингтона. Спасибо вам.